Сегодня приехали ко мне мои мальчики и поздравили бабушку с праздником. Вот, Лёшенька обнимает, целует и Стёпочка. Да, привезли цветы, такие красивые тюльпаны и конфеты, вот такие модные ракушки. Мы такие любим? Да, мы уже их смолотили. Мы такие конфеты, чай пили уже с ними, да, ещё будем пить. Без вот таких. Ты не ел? Я вот такие не ел. А какие? Никакие не ел? Нет. А какие же ты ел? Трюфеля, которые бабушка купила? Какие? Я ел ракушки вот так. Ел ракушки так? Вот это ракушки. Ну вот, всё-таки ел. А в этот раз больше ракушек. Так, сегодня я буду готовить то ли мясо по-французски, то ли картошку по-французски. Сама не знаю. В общем, что-то буду готовить. Вот. Смазываю маслом. Хотела вот такой маленький противень, этот ладочек. А тут посмотрела, дела большой. Вот сейчас смажу с маслом. Маслом. Выложу сюда фарш. Фарш у меня куриный, из куриной грудки. Говорят, добавьте свинину, добавьте говядину. В общем, ничего не добавляла. Вот такая у меня грудка прокрученная. С луком, с чесноком. Добавила я сюда соль адыгейскую, перец, паприку. В общем, всё, что было. Все, кто что любит, какие травы, всё можно сюда. На этот маловато, на тот многовато. Ну, в общем, ладно. Будет вот так. Вот. Фарш разложили. Теперь выкладываем сюда картошечку. Ой, неподъёмное что-то. Картошечки много, хорошо. Так, картошечки наложила аж в два слоя. Теперь посолю. Вот так, с травами адыгейской солью. Так, сюда же выложу лук. В фарше у меня есть и лук, и чеснок, поэтому лука я немного. Ребятки у меня сегодня приехали. Мои внуки будут кушать, поэтому вот так, лука хватит. Теперь я это всё заливаю сметаной. Сметану я немного развела, чтобы была пожиже. Не майонезом. Вы можете майонезом. А мы не можем майонезом. Мы майонез не едим. Поэтому мы всё заливаем сметаной. Так, и засыпаем сыром. Сыр я потёрну на тёрке. Засыпаем сыром. Я немного сыра. Грамм 150, наверное, у меня сыра. Вот так. Сейчас закрою фольгой. И поставлю в духовку. Потом фольгу сниму. Посмотрю и сверху поджарю. Всё, духовка у меня нагрелась. Так, пока у меня картошка с мясом в духовке, я приготовила форму. Сделаю ребяткам ещё запеканку. Намазала её маслом растительным. Взяла 3 яйца. Так, 3 пачки фольгу у меня. Много не буду брать, потому что форма такая не глубокая. Сделала 4, но передумала. Думаю, пусть 3 пачки хватит. А то всё убежит. Ой, а вот я не засыпала, а мясо в духовку поставила. Саш, поставь Алису минут на 20. Алиса, поставь таймер на 20. Да, таймер. Я так, без рецепта, импровизирую на глаз. Значит, сегодня у меня мальчики в гостях. Так, у нас не праздничный стол. Так, просто главное, чтобы было вкусно поесть, накормить всех. Вот. Так, щепотку соли для вкуса. Так, и положу, они, наверное, со сгущёнкой будут есть, ложку, полторы сахара. А то будет совсем невкусно. Я сейчас это всё размешаю. Можно добавить сметанки. А то я сейчас манку положу, и будет суховато. Можно или сметанки, или молочка добавить. Добавлю молочка. Стол стаканчика. Грамм сто. Так. Теперь всё хорошо размешаем. Хорошо размешается. Грустовато. Вот так. Теперь манки, ну вот так, хорошую столовую ложку. Много не надо. Манку у меня, видите, в бутылках из-под молока. Вот так. Очень удобно и подписано. Хопс. Стоим без проблем. Ой, можно ванилимчику добавить. Так. И добавлю муки. Ложку. Одну ложку. Хватит. Одну ложку муки. Значит, ложку столовую манки и ложку муки. Теперь всё это у нас перемешается. Кто любит, можно изюм. У меня нет. Надо, кстати, купить к паске изюм. Так. Ванилин я всё-таки добавила. Вот такой у меня ванилин. Высыпала весь пакетик. Хорошо перемешала. Так. И в форму. Сейчас всё это выложу. И пока у меня там стоит картошка, она бы стоит в форме. Запеканка. Так. Манка разбухнет. Как раз напитается. Можно сверху смазать сметаной, но я не буду. У меня будет так вкусно. Вот и всё. И будет стоять, ждать. Мясо с картошкой достанем, а запеканку поставим в духовку. На 180 градусов минут на 20. На 170 даже можно. Она не сгорит и хорошо пропечётся. Если вы поставите на 200 грамм, она будет... Фу, блин, на 200 градусов. Граммы у меня в голове. На 200 градусов, то она может быть сверху поджарится, а внутри будет сырая. Поэтому на много градусов она постепенно-постепенно дойдёт, испечётся. Всем привет! Ещё раз. Картошка стоит в духовке ровно 50 минут. Я её сейчас выключила. И пусть она ещё 5 минут постоит в отключенной, пока картошка дойдёт. А то картошка будет полусырая. Вот. И поставлю сейчас запеканку. Сделала салатик. Огурцы, помидоры, лук. Вот такой салатик. И капуста у меня. Сейчас буду мальчиков своих кормить. Вот. Столы мы не накрываем. Всё по-скромному. Главное, что надо всех вкусно накормить. Так что жду картошку, пока она у меня в духовке стоит. Приготовится. Пишите, что вы готовили на праздничный день. Чем угощали свою семью. Или сами просто отдыхали. Тоже хорошо. Не всегда стоять у плиты. Вот. У меня мальчики сегодня в гостях. Родители уехали по делам. А мальчики сегодня у бабушки. Мультики смотрят. Рисуют, играют. И смотрят мультики. Сейчас буду доставать картошку. Вот. Сильно не поджаривала. А сейчас ставлю запеканку. В горячую прям духовку. Вот такая. Вот такая. Не знаю, надо вилочкой потыкать, готова или нет. Сейчас немножко остынет. И буду кормить мальчиков. О, горячая. Вкуснятина. Ну, картошка немножко хрустит. На зубах. Сейчас дойдет. В борозде дойдет. Ммм. Вкусная. Вкусная. В меру соленая. Вкусная. Не знаю, мальчики мои будут. Горячая. О, Степочке вкусно. А Леша еще не попробовал даже. Леш, как? Вкусно. Вкусно? Передаем привет нашим подписчикам, да? И поздравляем всех с праздником. Да? Да. А какой сегодня праздник? Восьмое марта. Правильно. Девятьсотное марта. Числа до девятьсотого не доходят. Да. В месяце только в самом большом тридцать один день. Да, да, да. Да, а девятьсот не бывает. Так что поздравляем с восьмого марта. Восьмого марта. Восьмого секунда мы хотя бы. Ты давай кушай. Салатик. Картошечку с мясом. Давай. Кушай. Я уже говорила, что можно есть не все. Можно не все, да. Я уже съела не все. Нет, ты только чуть-чуть попробовала и все. Если не все, ты не стал. Давай, давай. Ешь. Так, все. Знаешь, у меня с другом бах. Так, тихо. И потом другая девочка подписалась. Не обожгись. И потом другая девочка подписалась. Ага, вот я вытащила запеканку. Сейчас она остынет. Будем больше. Ага, там посмотрим сколько. Так, Леша картошку ел плохо. Ест у нас теперь запеканку со сгущёнкой. А Стёпа наелся картошечки с мясом, с салатиком. Запеканку не хочет, да? Да. Стёпа, всё-таки будешь запеканочку-то. Больно уж у нас она вкусная получилась. Такая румяная, вкуснячая. Да, сейчас за ними мам с папой едут. Так что всё. Говори, Лёшенька, всем пока. Всех с праздником. Пока, привет. Пока, привет. Вот так некогда ему. Запеканочку кушает, да? Да. Да. Всё, всем пока.